В стране полным ходом идет декларационная кампания. Тема нашего интервью заместителем руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы Покрачаева Черкесской Республики Расулом Кракотовым – налоговый вычет. Как его получить и на каких условиях – об этом в нашем актуальном интервью. Чем нынешняя декларационная кампания отличается от предыдущих? Мы уже так вкратце знаем, что появились нововведения, которые направлены на облегчение этой процедуры для нашего населения. Декларационная кампания уже подходит к концу. Срок окончания декларационной кампании в текущем периоде – 4 мая. На сегодняшний день имеется доступен упрощенный вид налогового вычета без предоставления налоговой декларации и подтверждающих документов. Например, если вы приобрели ипотеку, то можете одним кликом вернуть имущественный вычет. Что для этого необходимо? Первое. Для этого необходимо, чтобы вы были пользователем сервисов НС России «Личный кабинет физического лица». Если вы им не являетесь, его можно открыть в любом налоговом органе в регионе, в нашем в частности, а также в МФЦ по паспорту. Второе. Для этого нужно, чтобы банк, составляющий договор на покупку имущества, был подключен к площадке обменной информацией с ФНС России. То есть в нашем регионе на сегодняшний день это два банка – СБЕР и ВТБ. И третье – то, что право налогового вычета должно возникать с 1 января 2020 года, то есть не ранее. Ну, это вот основные. Также можно добавить, что в Федеральной налоговой службе принято решение о сокращении камеральных налоговых проверок по 3НДФЛ относительно вычетов до 15 дней. Да, но в связи с этим ускорением налогоплательщики, физические лица, намного быстрее получат свои вычеты средства. Вот. Оно распространяется, это нововведение на социальные и имущественные вычеты. Если сравнить с прошлым годом, то в прошлом году декларация налоговая проверялась в течение трех месяцев. И еще в течение месяца происходил возврат вычета. То есть, если так в уме почитать, уж раз в 8 быстрее это. Ну, я думаю, на сегодняшний день это очень актуально. Надо отметить, что Карачаево-Черкесия – один из первых регионов, в котором уже внезряется федеральный закон с изменениями в налоговом кодексе Российской Федерации, предусматривающим упрощенное получение имущественных, инвестиционных и частично социальных налоговых вычетов по НДФЛ. В новом году получено более 4 тысяч заявлений от граждан республики на получение налогового вычета, что в процентном соотношении намного превышает количество аналогичных заявлений предыдущих лет. Если позволите, тогда перейдем к вопросам частного характера. Они очень часто встречаются у нас среди нашего населения, среди граждан Карачаева-Черкесии. Вот первый из них звучит таким образом. Можно ли получить налоговый вычет за платные роды? Да, можно. Вернуть налоговый вычет на платные роды можно в течение трех лет после заключения контракта. Вернуть социальный налоговый вычет можно, если та организация, которая проводила медицинские услуги, имеет российскую лицензию на проведение этих медицинских действий. Вот еще один вопрос. Имею ли я право получить налоговый вычет на обучение ребенка, если он посещал платные занятия по подготовке к экзаменам в своей школе? Да, имеете право. При наличии лицензии или иного правового документа, подтверждающий образовательный процесс, можно вернуть налоговый вычет не только в вузах, а в любых государственных, гражданских и частных образовательных учреждениях, таких как школа, садики, автошколы, курсы повышения квалификации, музыкальные школы и так далее. Я так понимаю, что главное условие, это чтобы была лицензия на оказание услуг и был договор заключен? Да, ну и соответственно пакет документов об оплате. Усложимые документы. Ну да, как подтверждение. Понятно, спасибо. Да, подтверждающие документы нужны. Следующий вопрос. Кто имеет право на налоговый вычет при покупке квартиры и как он рассчитывается? Очень распространенный и часто встречающийся вопрос. Право на имущественный налоговый вычет имеет физическое лицо после приобретения жилья один раз с учетом лимита 2 миллиона рублей. Получить он может 13% от этой суммы. То есть максимальная сумма 260 тысяч рублей. Но при этом сумма налоговых вычетов не может превышать сумму уплаченных налогов заявителям за прошлый год. То есть сколько у него удержали, он не может перепрыгнуть эту сумму. Если человек не получает официальные зарплаты и у него не исчисляется НДФЛ, не удерживается, то он претендовать на имущественный вычет не может. Кстати, вот есть квартиры и ипотеки. Как получить вычет и на банковские проценты тоже? Нужно все тоже в таком же порядке, очень просто. Нужно сдать декларацию 3 НДФЛ, приложить туда справку 2 НДФЛ, справку об оплаченных процентах, приложить соответствующие документы, которые подтверждают наличие этого жилья у вас в собственности. Но здесь сумма другая. Максимальная сумма в этом случае достигает до 390 тысяч рублей. Ну и тот же порядок, сумма налогового вычета не может превышать, соответственно, сумму уплаченных налогов заявителям за жилье. В 2020 году продали земельный участок с недостроенным домом на нем. Имущество в равных долях супругам. Как в таком случае применить налоговый вычет? При реализации имущества, который находится в общей долевой или совместной собственности, размер налогового вычета, так же, как и во всех других случаях, 1 миллион рублей. В этом случае она распределяется между совладельцами этого имущества и делится по процентным соотношениям их долей. Или в другом случае по добавленности между ними. Вот здесь вопрос, люди, как я понял, хотят оплатить налог, продать имущество и оплатить налог. Ну вот там по распределению долей или по договоренности можно. Вот, кстати, тоже очень интересный вопрос. У нас сегодня очень много индивидуальных предпринимателей, у которых люди работают по найму. Вот имеете такой сотрудник, который работает в частном индивидуальном предприятии, участник, подприниматель, да? Налоговый вычет на детей. Право на стандартный налоговый вычет на ребенка у родителей возникает при, соответственно, как я до этого говорил, официальной заработной плате, ну и, соответственно, по исчислению НДФЛ. Сумма стандартного вычета рассчитывается с начала отчетного периода, и она выплачивается, пока эта сумма не достигнет 350 тысяч рублей. Если ваш доход уже превышает, образно говоря, в середине календарного года эту сумму, то до конца года вы, соответственно, уже не можете претендовать на этот вычет. На этапе строительства дома договор на приобретение квартиры был оформлен на дочь. После завершения строительства договор был переуступлен сыну. Может ли он подать на налоговый вычет? Да, он может подать на налоговый вычет после того, как покупатель подпишет акт приема передач с застройщиком и оплатит полную сумму по договору. После этого возникает у него уже право на вычет. То есть договор оформлен о переуступке? Да, переуступки оформлен, подписан уже застройщиком акт приема передач. Оплата прошла, после этого он может обращаться уже за вычетом налогового органа. Спасибо большое, тоже очень важно было услышать ответ на этот вопрос. И завершающий вопрос. Каким образом подаются документы на два разных налоговых вычета за один календарный год? Без каких-либо ограничений, как я до этого говорил, декларационная компания, которая у нас идет до 4 мая, она не имеет отношения к налоговым вычетам. То есть налоговый вычет вы можете сдать в течение года, в любое время в течение года. Если это является, образно говоря, два разных, социальный и имущественный, вы можете хоть в один день их сдать. Спасибо большое, мне остается поблагодарить вас за участие в нашей программе. Очень много полезной информации мы сегодня от вас услышали. Спасибо большое. Друзья, мне уже хочется вам сказать, платите налоги, спите спокойно, а главное, получайте положенный по закону налоговый вычет. До свидания. Продолжение следует...